Восемьдесят лет назад в Тегеране Рузвельт Сталин и Черчилль впервые встретились вместе лицом к лицу, чтобы согласовать стратегию разгрома Германии. Эти переговоры носили характер психологической дуэли, в ходе которой они лгали, плели интриги, выдвигали ультиматумы, льстили. Ни один из лидеров тройки не доверял остальным, но понимал, только этот союз решит исход войны и то, каким будет мир после нее. Сталин, Черчилль и Рузвельт были едины в одном – желании победить Гитлера, но расходились в том, как это сделать. В Тегеране им нужно было определиться, когда американцы с британцами, наконец, откроют второй фронт. Никто спасать Советский Союз, в общем, не собирался, Советский Союз не должен был погибнуть, потому что тогда выиграла бы Германия. Но потерять живую силу он должен был в значительной степени. Нельзя сказать, насколько это понимал Рузвельт, Черчилль это понимал абсолютно четко. Черчилль никогда не скрывал ненависти к коммунистам, однако после падения Франции, когда Британия была на краю пропасти и появилась возможность обрести союзника, он сразу этим воспользовался. Его уважают за то, и, кстати, в нашей стране тоже, что он смог подняться над идеологическими разногласиями и 22 июня 1941 года, когда Гитлер напал на Советский Союз, занять правильную позицию. Мы будем идти рука об руку, как товарищи и братья, пока все следы нацистского режима не будут стерты с лица земли и не будут превращены в прах. Впервые Черчилль и Сталин встретились в Москве в августе 42-го, в разгар немецкого наступления на Сталинград. Сталин требовал от союзников высадиться во Франции, чтобы ослабить немецкий накат. Черчилль неприятно удивил. Операцию в Нормандии они начнут не раньше 43-го года. Черчилль совершенно конкретно хотел развивать южное направление. Он абсолютно был уверен в том, что южное направление наиболее эффективно. Для убедительности Черчилль решил нарисовать Сталину крокодила. На карте морда рептилий представляла собой хорошо укрепленный берег Франции. Вместо удара в лоб Черчилль предлагал бить в брюхо, высадив десант в Средиземноморье, которое называл мягким подбрюшьем Европы. Сталин задал Черчиллю вопрос, почему англичане боятся воевать. Черчилль был недоволен, потому что Сталин с ним разговаривал довольно жестко. Черчилль хотел покинуть Москву в этот же день, однако следующий раунд переговоров прошел в теплой и дружественной атмосфере. Сталин предложил выпить, на что британский премьер ответил, я принципиальный сторонник такой политики. Тогда они выпили очень много. Он был не удовлетворен, конечно, результатами этого визита Черчилля, потому что англичане же обещали. Черчилль, вот не все это знают, но есть множество свидетельств того, что он восхищался Сталином. И он часто говорил, мне нравится этот человек. И секретарь Черчилля сказал, что слава богу, что Сталин не знал, какое впечатление на Черчилля производит пара теплых слов, сказанных после множества жестких. На следующее утро Сталин приехал проводить гости и даже поднялся на борт самолета, на котором тот прибыл. Летать в то время было не очень комфортно. Коротая 40-часовой перелет в Москву, члены британской делегации даже успели сочинить песню. Как тяжело мое мне поручение, навряд ли мне удастся их пронять. И убедить их в нашем твердом мнении, а Сталин будет клясть нас и ругать. Но может быть полночным словоблудием смогу его пленить я на ходу. Ведь это не подарок, что не будет второго фронта в нынешнем году. Черчилль улетал в приподнятом настроении. Казалось, ему удалось очаровать Сталина и установить личный контакт. Все прошло как в песне, которую британцы напевали, направляясь в Москву. Не случайно мы называем Черчилля нашим заклятым другом. Сталин никогда не обольщался по поводу Черчилля. Так почему Британия в начале войны не стала плацдармом для удара в Нормандии, всего в тысячи километров от Берлина, в то время как 3 миллиона немецких солдат вторглись в Советский Союз? На самом деле британцы попытались. Но это осталось за кадром истории. Черчилль, мало того, он в своих мемуарах не упоминает ни слова об этой операции. Через три дня после встречи Черчилля со Сталином, англичане высадили десант в оккупированном немцами французском порту Дьепп. Была очень хитрая, тонкая, умная игра британского имперского генштаба в целом и Уисна Черчилля лично. Операция «Юбилей» породила множество слухов и предположений из-за своей нелогичности. Высадка изначально была обречена на провал, ведь даже в случае ее успеха расширять плацдарм никто не планировал. Учитывая, что на это были выделены, прежде всего, австралийцы и новозеландцы, и канадцы. То есть Англия вообще своих войск вообще не потратила. Да, и при этом, в общем, бросили на убой. Даже немцы отмечали абсурдность высадки 6 тысяч десантников из элитных канадских частей на хорошо укрепленный порт. Рейд на Дьепп закончился катастрофой. Союзники потеряли больше ста самолетов поддержки, десятки танков, десантные баржи и несколько тысяч убитыми и взятыми в плен. До сих пор до конца непонятно, что это была за авантюра. Черчилль хотел продемонстрировать Сталину, что невозможно открыть в 42-м году второй фронт, потому что будет очень много жертв. Есть и другая версия. Это была демонстрация Рузвельту. Союзникам Нормандия обойдется большой кровью. Через месяц после Дьеппа, в октябре 42-го, англо-американские войска открывают фронт. Но не там, где просит Сталин, а в Северной Африке, на периферии войны, как планировал Черчилль. Он старался вести войну, как говорится, малой кровью. Но, это можно приветствовать, но за исключением того случая, когда победа достигается ценой непропорционально большой крови твоего ближайшего союзника. А ведь это было именно так. 43-й год вошел в историю Второй мировой коренным переломом на Восточном фронте. Красная армия крушит немцев под Курском и Сталинградом. С этого момента начинается непрерывное отступление вермахта. Когда, говорят тогда, Сталин произнес известную фразу «Мы сделаем это сами». Советская сторона, я бы не сказал, что она после Сталинграда и особенно Курска остыла к открытию Второго фронта, но смотрела на это не так трагически, как она смотрела в 41-42 году, когда судьба страны висела на волоске, надо прямо сказать. За океаном президент США Франклин Делану Рузвельт пристально следит за событиями на Советском фронте. В 41-м аналитики Белого дома давали мрачные прогнозы – немцы войну выиграют. После Сталинграда Рузвельт понял – Гитлер ее проиграл. Он был реалистом, причем реалистом очень рациональным. Сталинградскую битву часто преподносят как идеологическую. То, мол, Сталин любой ценой хотел защитить город, носивший его имя. Дело было не в имени. Захватом Сталинграда немцы отрезали путь по Волге. СССР бы тогда почти гарантированно проиграл войну. По Волге из Кавказа поступало почти 80% советской нефти. А был еще и ленд-лиз. Все знают о северных так называемых конвоях. На самом деле основная масса автомобильной техники, танков и так далее, она шла по Южному коридору, как раз по Персидскому коридору, то есть через Иран. Умирайте, но не отступайте. Журнал «Таймс» выходит с заголовком, отсылающим к знаменитому приказу «Ни шагу назад». По версии «Таймс», советский лидер больше всех повлиял на события уходящего с 42-го. Иосиф Сталин – человек года. Сталин был перед войной политическим изгоем. За годы войны он дважды оказывался на первой странице журнала «Таймс». Вышел абсолютно признанным лидером, величайшей политической фигуры мирового уровня. Рузвельт еще ни разу не встречался со Сталином, хотя благодаря Рузвельту США официально признали СССР. Он выступал за диалог с Москвой и придумал ленд-лиз – сдавать в аренду оружие, чтобы Союз выстоял в войне. Между собой Сталин и Молотов называли Рузвельта капитан, а Черчилля – кабан. Я думаю, это действительно о многом говорит отношение к Рузвельту и Черчиллю. То есть Рузвельт воспринимался, естественно, как серьезный политик. Каким представлялся Рузвельт? Любопытно взглянуть на это глазами сегодняшней американской прессы. В период затяжного кризиса Америка избирает президентом отпрыска богатой нью-йоркской семьи. После избраний он развивает тесные отношения с Россией, которую считают угрозой американской демократии, отворачивается от старых европейских альянсов, молчаливо поддерживая военную экспансию России в Европу, что приводит к новому геополитическому порядку. Если вы думаете, что я говорю о Дональде Трампе, вы ошибаетесь на 80 лет. Это Рузвельт. Трамп тоже вроде как был сторонником диалога с Россией, но этот диалог не получился. А у Рузвельта диалог получился, и получился очень неплохо. Если что-то их объединяло, то, возможно, такой реальный взгляд на мир, но не более того. Личность Франклина Рузвельта, как величайшего президента в истории США, исключительно. Он буквально вкатился в большую политику в инвалидном кресле и вытащил Америку из Великой депрессии, за что пользовался невероятной поддержкой простых американцев, 85% которых в 1940 году были против вступления Америки в войну. Пусть там в Европе, пусть там на Дальнем Востоке происходит все, что угодно, мы далеко. Мы за двумя океанами, и нам нет смысла ввязываться во всю эту пути. Военная стратегия Рузвельта в начале войны сводилась к принципу «поживем – увидим». Однако после японской атаки на Пёрл-Харбор стало понятно, отсидеться за океаном у американцев не получится. То, что началось, как европейская война, переросло в войну за мировое господство, мировую войну. Нужно было собирать армию и делать это очень быстро. У американцев перед войной в кондитерской промышленности работало больше, чем в авиационной. То есть Америка перед Второй мировой войной вооруженные силы не занимали большого места. К 43-му году из 16-й по численности армия США разрастается до Второй армии мира и сражается на Тихом океане. Первая бьется на Восточном фронте. Исход этой битвы решал судьбу Европы. Рузвельт хочет встретиться с одним из тех, кто будет ее определять. Сталин предлагает приехать в Тегеран. Почему он отводил Советскому Союзу такое важное место? Потому что речь шла о перестройке мира. Поездка в Тегеран была испытанием. Американский президент мог и не добраться. Потребность иметь много боевых кораблей не всегда позволяла подготовить экипажи должным образом. Линкор с Рузвельтом едва не потопила торпеда. Ее выпустили свои по ошибке. Сталин в поездке тоже чувствовал себя некомфортно. Это был единственный случай, когда Сталин летал на самолете. Дед говорил, что ему очень не понравилось. Когда приехали на аэродром, там стояло два самолета. Один должен был пилотировать генерал-полковник Голованов, а другой полковник Грачев. Сталину сказали ему, выбирайте, на каком самолете лететь. Говорят, генерал-полковники редко летают. Я прилечу с полковником. Встреча в Тегеране на первый взгляд была полна любезностей. Рузвельт остановился в советском посольстве. Черчилль торжественно вручил Сталину меч. Был подарок Сталину от британского короля. Был выкован специальный меч в честь победы с Сталинградом. Посталин передал его Ворошилову, а Ворошилов хранил его на пол. В большой грохах в зале. Сложно найти более непохожих людей, чем те, что встретились осенью 43-го в Тегеране. Сын простого ремесленника, наследник богатого американского рода и потомок герцогов Мальбора. Черчиллю на конференции исполнилось 69. И англичане привезли с собой потрясающие сервизы. Серебро фамильное, поскольку Черчилль был аристократ. Ну, а Сталин, известно, какие у него были корни. Он подошел к столу, увидел там семь приборов, которыми надо было уметь пользоваться. У него прометликнула эта бытовая, я бы сказал, растерянность. Это вот единственное, что было у него с англосаксом. Во всем остальном он был не только на равном. Умел свою точку зрения отстоять, навязать ее. Спустя годы супруга Рузвельта и Леонора сравнивала переговоры большой тройки с покером, где тонкий расчет, блеф и психологическое давление вынуждают соперника сбросить карты. Рузвельт отлично играл в покер. Но в этой политической игре и Сталин был достойный оппонент. Он сразу поднимает ставки. 29 ноября он им сказал, мы, русские, можем здесь быть 1 декабря, но 2-го мы должны уехать. Это был ультиматум. Встав на военные рельсы, Союз рано или поздно разгромит Германию. Но цена такой победы будет слишком высока. Только под Сталинградом Красная Армия потеряла солдат больше, чем союзники за всю Вторую мировую. Лишняя кровь, лишние жертвы и лишнее время. Сталин понимал, переговоры неизбежно предполагают уступки. У него был козырь. Военный союз, от которого Рузвельту будет сложно отказаться. Во время первой встречи Рузвельт услышал то, что он больше всего хотел услышать в Тегеране. Советский Союз вступит в войну против Японии, как только закончит военные действия против Германии. Сталин попросил назвать дату, когда союзники ударят в Нормандии. Черчилль вновь приводит множество причин для отсрочки и настаивает на высадке в так называемом «мягком подбрюшье» на Балканах. Черчилль был воином империи. Он готов был до конца воевать за британские колониальные интересы. Высадка на Балканах, в отличие от высадки в Нормандии, на севере Франции, она должна была отсечь Красную Армию. Восточная Европа отсекается через вот этот удар в «мягкое подбрюшье», как это называлось. Балканский вариант. Все, Европа вся остается прозападной, пробританской. Но Розвельт уже сделал свой выбор. Сейчас он нуждается в Сталине больше, чем в Черчилле. Американцы воюют с Японией и ее камикадзе. Без помощи советов война может затянуться. Поэтому союзники высадятся в Нормандии в мае 44-го. Черчиллю было прямо сказано, во время Тагеранской конференции, ему было прямо сказано, что кончайте ваши игры, мы поддержим русских. В тот момент он ясно осознал, в Тагеране рождается новый мир двух сверхдержав, в котором британской империи отведена роль младшего партнера. Черчилль потом в своих мемуарах напишет, что я сидел там между русским медведем и американским бизоном и чувствовал себя маленьким английским осликом. Создав огромные военные машины, США и СССР желали поскорее положить конец войне в Европе, чтобы перенести усилия на Дальний Восток для разгрома Японии. Рузвельт продолжал идти на уступки. По поводу Польши и страсти кипели. Вместе с тем у него был свой взгляд на Европу. Он считал, что после двух мировых войн Европа – это умирающий континент. Калининград. Именно там был поставлен вопрос о Кенигсберге и Восточной Пруссии в составе Советского Союза. Ну и в принципе союзники не возражали. Однако в этом геополитическом покере у союзников был припрятан свой Джокер – абсолютный козырь, который в случае успеха менял расклад сил. Это был код в мешке. Вы понимаете, взорвется она, не взорвется, сделают ее, не сделают. Зайдут в тупик. Уран, 235 или Плутоний. Там масса была технических вопросов. Перед встречей со Сталином Рузвельт и Черчилль втайне заключают соглашение в Квебеке о сотрудничестве в создании атомной бомбы. Лондон становится привилегированным младшим союзником Вашингтона, который направляет всю мощь американской промышленности в Манхэттанский проект. Наши осведомленности об американской ядерной программе, она была абсолютной, потому что наша разведка работала идеально. Американцы вложили в создание атомной бомбы 2 миллиарда долларов. Сталин знал и о работах, и о том, что на Западе есть силы, выступающие за сотрудничество с союзом в атомной сфере. Но в приватных беседах с Рузвельтом он об этом умолчал. Он мог поставить вопрос на пике сотрудничества, почему вы не делитесь этими секретами. Он это делать не стал. Для меня это загадка до сих пор. Хотя я считаю, что все равно, попробовать надо было. В Тегеране Рузвельт продвигал идею новой системы международной безопасности. Впоследствии она воплотилась в ООН и ее совбез. Идея собрания всех наций, которые избавят человечество от войны, и в которой будут управлять мировые полицейские. Мировые полицейские – это ведущие державы, которые следят за порядком, каждая в своем регионе, но под присмотром США. Ведь манхэттонский проект предполагал, что ключи от мира будут у американцев. Рузвельт был весь соткан из прагматизма. Он умел смотреть несколько дальше. Я бы сказал, ну, в какой-то степени даже за горизонт. Грофс, например, опять-таки, Лесли, он писал уже в своих воспоминаниях, что там, наверное, в 43-м году, по-моему, у него не было сомнений, что это оружие направлено против Советского Союза. В 43-м году в Союзе уже работала своя секретная лаборатория. Однако в разгар войны атомный проект требовал огромных сил и средств. Сталин удваивает ставку, задействовав сразу и ученых, и внешнюю разведку. С политической точки зрения он понимал, что он имеет дело с жесткими политиками, которые свой кусок, так сказать, будут грызть сами и его не выпустят. Еще до Тегерана в беседе с советскими академиками Иоффе и Вернадским он дал понять, что не питает никаких иллюзий о союзничестве в атомной сфере. Сталин, значит, повел себя очень характерно. Он усмехнулся в уши и сказал, вы наивные люди. Обладание этим оружием обеспечит господство над миром. Кто просто так нас допустит? Бороться вместе до победы – главный официальный итог тегеранской встречи. Мы пришли сюда с надеждой и решимостью и уходим друзьями по духу и целям. В совместном заявлении лидеров тройки не будет и намека на разногласия. По результатам конференции Молотов написал, как это водится, отчет о конференции для представления во все посольства. Ну и он представил ему Сталин. И Сталин там внес действительно достаточно серьезные редакторские правки, убрав все жесткие оценки Молотова в отношении Рузвельта и Черчилля. В июне 44-го союзники высаживаются в Нормандии. Война в Европе близится к финальной точке. Когда до Берлина остается всего 60 километров, лидеры тройки встречаются в Ялте, чтобы закрепить все прежние договоренности по итогу войны. Пошел бы Рузвельт на конфронтацию с СССР после нее? Мы этого не узнаем. Он скоропостижно скончался за месяц до капитуляции Германии. Узнав об этом, Сталин пригласил американского посла в Кремль. Он задал вопрос, от чего умер Рузвельт. Тот сказал, вот кровоизлияние, может, что же сегодня называется инсульт. И он сказал, да, говорит, от того же умер Ленин. Затем была очень интересная фраза. Он сказал, что Рузвельт умер, но его дело должно жить. На улицах советских городов вывесят траурные флаги. Это единственный был случай вообще в советской истории, когда в честь смерти иностранного руководителя были вывешены траурные флаги. Смерть Рузвельта действительно очень опечалило советское руководство. Они понимали, насколько все зависит от президента. Смерть Франклина Рузвельта – первая трещина в коалиции, где отношения никогда не были простыми. Однако политический прагматизм помогал союзникам договариваться и связующим звеном здесь был американский президент. Следующий президент США Гарри Трумэн решил, что лучший способ договориться – показать силу. Ну, это было, конечно, устрашение, прежде всего, Сталина. Бомба, как орудие внешней политики. Даже если бы большой тройке удалось уладить все разногласия в Европе, то, как закончилась Вторая мировая в Японии, сделало холодную войну неизбежной. Подвал Курчатовского института в Москве. В середине 40-х – самое секретное место в СССР. Этот черный куб, напоминающий гигантский конструктор Лего, и есть тот самый Великий Уравнитель. Первый в Союзе и единственный в мире атомный реактор образца 1946 года. История атомного проекта, несмотря на то, что написано «ТОМА», она удивительно интересна, и еще много чего мы не знаем. Прототип будущих реакторов для Плутония собрали всего за 16 месяцев, сложив вручную пазл из 430 тонн графических призм с ураном. Первая ядерная реакция была получена в 18 часов 25 декабря 1945 года. Это позволило в кратчайшие сроки создать советскую атомную бомбу, установить баланс и избежать апокалипсиса, который предусматривали секретные планы союзников по бомбардировке советских городов. По данным их разведки, которые, конечно, докладывали, что у нас идет работа над этим оружием, прогнозы были в 1955 год, ну, 52-й это прямо в самом, а тут 49-й. Поэтому это был, конечно, шок. Сталину показали документалистику о испытании нашей атомной бомбы. И когда он увидел, он сделал паузу и сказал, вот это могло быть с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова